Сегодня мы приехали в садовый центр Европлант посмотреть как кипит работа на площадке. Постоянно приходит огромное количество новых интересных растений, модных, которые покупают постоянно, самых разнообразных. И мы решили, что мы будем периодически снимать репортажи про эти растения. Сегодня мы решили немножко поговорить про сирене. В Европлант пришло огромное количество кустов сирени. Сейчас мы стоим у очень красивой белой сирени лебедушка. И я совершенно случайно встретил на площадке нашего эксперта Женю Магдыч. И я думаю, что она немножко поможет нам сориентироваться во всех этих растениях. И возможно даже что-нибудь интересное про них рассказать. Здравствуй, Жень. Здравствуйте. Слушай, ну совершенно восхитительные кусты, обильно цветущие. Я вот прям не могу от них оторваться. Это сорт, который называется лебедушка. Это сорт отечественной селекции. Отличается он как раз очень крупным размером соцветия. Ну ты сам можешь оценить его размеры. Цветок у этой сирени простой. Вот как раз это та сирень, на которой удобно искать вот эти вот пятилепесточковые цветочки для того, чтобы загадывать желания. Он очень устойчивый и очень хорошо чувствует себя в саду. Женя, скажи, а он пахнет? Потому что сейчас вот с точки только распускаются. И аромата как такового я пока не чувствую. Конечно, он обладает запахом. Возможно, этот запах не такой интенсивный, как у других сиреней. Но в полном распуске запах обязательно будет. И учитывай то, что чем теплее, чем больше тепла, тем, соответственно, ароматнее запах у растения. Ну у нас, да, пока сейчас немножко испортилась погода. И может быть, потому что похолодало, она еще не набрала такую полную силу. Женя, а расскажи вообще, когда мы приезжаем в садовый центр, на что нужно обратить внимание при выборе сирени? Нужно обратить внимание на то, какой это куст, хорошо ли он сформирован, много ли на нем побегов. И, соответственно, на то, как сирень цветет. Особенно если мы коллекционеры, лучше всего приезжать в садовый центр за определенным сортом именно в момент цветения. Потому что если вы покупаете сорт, какой-то ищите сорт, покупаете до цветения или после цветения, есть большой риск попасть на так называемую пересортицу. Когда на этикетке будет написано одно, а расцветет у вас на следующий год другое. Это, скажем так, человеческий фактор. Просто иногда этикетки могут путаться. И, в общем, страшного в этом ничего особенного нету. Кроме того, что вам придется купить еще одно растение для того, чтобы найти именно тот самый сорт. Поэтому лучше всего, конечно, покупать растение в момент цветения. Наверное, самый известный и самый любимый сорт среди коллекционеров и любителей – это, конечно, красавица Москвы. У нее очень интересное цветение. У нее нежно-розовые бутоны. И когда бутоны распускаются, они превращаются в гроздь белых цветов. Это действительно очень красивое растение. Наверное, самая известная сирень селекции Колесникова. Пойдем на нее посмотрим. Она как раз пришла. Огромные кусты. Сейчас мы на них полюбуемся. Ну вот мы подошли к знаменитой сирене «Красавица Москвы». Удивительно, что у нас красавица Москвы приезжает из Польши. Но зато в каком огромном и цветущем виде она уже приезжает. Посмотри, она уже практически распустилась у нас. Да, да, да. Уже начинает распускаться. Сирень практически в тон твоей курточки. Чем эта сирень так знаменита? Знаменита она тем, что у нее очень красивый окрас цветка. Когда закладываются бутоны, они окрашиваются. Бутоны о сирене розовые. Я бы даже сказала цветопыльные розы. А когда цветок распускается, он становится белоснежным. Цветок очень крупный, махровый. Ну и, конечно, тот самый аромат сирени, который мы все любим и знаем. Это все сирень «Красавица Москвы». Слушай, ну это такая вот типичная черта всех сортов селекции Колесникова. Насколько я понимаю. Жень, расскажи еще какие-то интересные сорта, которые всегда любят покупать, которые, может быть, модные. Ну, я не знаю, насколько он, этот сорт, модный. Но, по крайней мере, он очень интересный. Обрати внимание вот на эти цветы. Это сорт, который называется «Сенсейшн» или «Сенсация». И когда смотришь на вот эти вот цветы, они темно-фиолетовые с белым краем. Это действительно, кажется, сенсацией. Они очень необычные. Сирень такая очень нарядная, и она очень эффектно выглядит в саду. Ну, это один из моих самых любимых сортов, наверное. Ну, мы увидели его на фестивале сирени. Он совершенно прекрасный. Да, он совершенно прекрасный. Но вот выгоночная сирень, она обладает более такими бледными цветами. То есть и сиреневый там более бледный, и белая полоса не так видна. Но если вы будете сажать сирень по всем правилам, на абсолютном солнце максимальном, где она будет себя чувствовать хорошо, то она вас порадует именно вот такими вот яркими цветами и крупными цветочными гроздьями. Женя, ну вот мы посмотрели сирени, которые уже достаточно большие, а вырастут они еще больше. А поскольку у нас, как правило, не очень большие участки, и заводить такой огромный куст не все могут, потому что он займет достаточно большое пространство. Есть же и другие сирени, более маленькие. Вот я смотрю здесь, это же тоже сирень. Да, это сирень Мейера. Сорт называется этот блумеранг, насколько я помню. И вот эта сирень будет в максимальном размере примерно полтора метра, не выше. То есть она как раз подойдет для маленьких садов. Потому что, конечно, нужно учитывать, когда мы покупаем сирень обыкновенную, простую, или ее сорта, что это мощные крупные растения в максимальном своей росте, в максимальной красоте. Это трехметровые растения. Это три метра в высоту, три метра в ширину, может быть, куст. Вспомни сирени на Марсовом поле. Вот это вот сирени, наверное, в максимальном своем развитии. И, конечно, да, для маленьких участков они не очень подойдут. А сажать их между баней и забором, честно говоря, плохая идея. Они там будут страдать и плохо цвести. Поэтому, да, для маленьких участков можно выбрать сирень другого вида. Вот такую вот сирень Мейера. То есть максимального размера эта сирень будет примерно полтора метра. Да, да, да. И в высоту, и в ширину. Да, да, это будет довольно красивый и компактный куст. То есть у нее и листики останутся такие небольшие. И сами соцветия будут тоже некрупные, соответственно. Да, некрупные, но все равно классического там сиреневого или розового цвета. И все равно эта сирень порадует вас обязательно. Я еще знаю одну особенность сирени Блумеранг. Она имеет повторное осеннее цветение. После стрижки у нее может быть еще одно цветение уже во второй половине лета. Ближе к осени. Ну, это очень важно, декоративность растения, когда декоративность растения имеет не только весной, но и осенью, когда у нас уже мало ярких цветов. Кстати, ты правильно очень сказал про обрезку соцветий. После того, как сирень отсветет, если вы не хотите заниматься семенным размножением какой-то селекции сирени, вот эти вот все соцветия будет правильно обрезать и не оставлять их, чтобы сирень не тратила свои силы на образование семян. И ни в коем случае, как часто встречается в литературе, такое распространенное заблуждение, миф, что сирень нужно ломать для того, чтобы она лучше цвела. Ни в коем случае, никогда только остроточенный секатор и только аккуратный срез над почкой. Ясно, Женечка. Хорошо, спасибо большое. Давай посмотрим, я еще увидел какие-то интересные кустики. Давай перейдем к ним. Женя, ну вот есть совсем небольшие кустики, это тоже сирень вульгарис, я так понимаю, она вырастет очень огромное. Да, да. И чем мне понравился именно этот куст, что сорт называется Знамя Ленина. И вот она стоит совсем недорого. И вот смотри, через какое время такой небольшой кустик вырастет у нас, как красавица Москвы, под которой мы стояли. Первые два года нужно, самое главное, не нервничать и не расстраиваться. Первые два года растение приживается. Оно не будет, может быть, давать очень крупный рост, очень крупные побеги и обильное цветение. Обычно в это время растение тратит свои силы на то, чтобы нарастить корневую систему. Но через два года растение уже набирает силы, оно дает уже большие приростки. И я думаю, что лет через пять растение уже войдет в полную силу и станет довольно крупным. Самое главное, не забывать за ним ухаживать, подкармливать растение обязательно нужно. И оно порадует вас и красивым видом, и цветением. Ну и самое главное, когда покупаешь такое небольшое растение, запастись терпением. То есть хочется, может быть, чтобы оно все выросло очень быстро и красиво, но нет. На самом деле я хочу сказать, что спешить не надо. Вообще выращивание растений из таких вот маленьких контейнеров в крупные деревья. Деревья – это довольно интересный и увлекательный процесс. И обязательно нужно фотографировать растения, когда вы их только посадили. И потом очень интересно перелистывать фотографии и думать, ну вот, я его помню вот таким. А сейчас оно вот такое вот красивое большое дерево. Женечка, спасибо большое. К сожалению, пока на площадку еще не пришла сирень Престона. Она обязательно в ближайшее время будет. Поэтому нам будет еще о чем поговорить с тобой о сиренях. Когда они придут, придет новая партия. И там еще будет очень интересный сорт, который называется «Мулатка». Сорт коричневой сирени. Он, ну, не знаю, насколько он декоративен, но для коллекционеров, я думаю, будет интересно узнать о существовании такой сирени. Поэтому мы по сиреням еще с тобой пообщаемся. Спасибо, до свидания. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok